Изучение рядов фибоначи, теорем, ферма может быть увлекательным занятием. Преподаватели из базовых школ Российской Академии Наук собрались в Новосибирске. В институте математики проходит большой семинар по новым методикам обучения студентов и школьников. Как вызвать интерес к царице всех наук разбирался Сергей Толмачев. Задача номер 6. Там можно было фигурку разбить на фигурки равные по площади, но разные по форме. Алена Шеметова, руководитель детских кружков, сегодня иногда отвлекается от лекций, чтобы покачать коляску с годовалой дочкой. Рассказывает учителям из разных школ страны о своих методиках, в том числе о необычных головоломках. Ей задачки с открытым ответом. Например, если мы возьмем терминожки, фигурки из четырех клеточек различные, то какими фигурками можно замостить плоскость, например. Ну, соответственно, какими-то можно, какими-то нельзя, и это тоже можно рекоментировать. Все это помогает лучше подготовить учеников не только к экзаменам, но и к олимпиадам. А новосибирцы всегда в призерах. В этом году девятиклассник Ратибор Коптильный покорил весь мир на международном турнире, правда в режиме онлайн. Вот он в девятом классе принимал участие во Всероссийской олимпиаде, но за одиннадцатый класс. Это на самом деле уникальное такое явление, чтобы девятиклассник решал задачи за одиннадцатый класс. Он стал победителем в этой олимпиаде. В этом семинаре участвуют настоящие звезды математического мира. Лекции Алексея Саватеева собирают десятки тысяч просмотров в соцсетях. Как они обычные задачки? Недаром эту науку называют гимнастикой ума. Вопрос, сколько ферзей можно поставить на шахматную доску, так чтобы они не били друг друга? Ответ вроде бы простой. По восемь вертикалей, горизонталей и диагоналей. Значит, и фигур тоже восемь, но попробуйте их правильно расставить. Я думаю, что бессонная ночь вам обеспечена. Опорные школы Академии наук, которые прислали делегатов в Новосибирск, это учебные заведения, которые готовят будущих ученых по сложным программам в постоянном контакте с научными институтами. В изначальном проекте предполагалось 120 школ, был проведен конкурс среди школ, выбранных в 32 регионах. Изначально предусматривалось, что в Москве и Санкт-Петербурге их не будет, потому что там положение со школами и так хорошее. И как бы хотелось бы отдельные ресурсы выделить в другие регионы. В Новосибирской области их пять. Семинар подлится три дня. За это время его участники и опытом обменяются, и на экскурсиях побывают. А дальше по своим школам рассказывать о сухих формулах живым языком. Сергей Толмачев, Александр Миняйло, Новости ОТС.